Квартиру в общежитии на новые 30 с половиной по адресу Якуба Колоса семья Лилики Ильи Яровой получила еще в марте. Тогда по социальной подпрограмме жилье получили еще 20 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мы въехали 1 марта, то что нам дали жилье к сиротам. Жить некогда было. Нам дали, мы заселились в общежитии жили. Условия хорошие, нам нравится жить. Так-то нравится жить, все хорошо. По словам представителя управления подземельным ресурсом администрации Уфы, застройщики и сами начинают ориентироваться на строительство квартир эконом-сегмента. Ведь они на рынке, товар более ликвидный. В этом году вводится порядка 70 тысяч квадратных метров социального жилья. То есть это жилье, которое предоставляется по цене не выше 32 тысяч рублей за квадратный метр. То есть в принципе нигде никаких там норм, обязывающих в таком объеме выполнять вот эту вот социальную программу нет. То есть это именно собственная программа города, нацеленная на это. Сейчас активно очень ведется работа, но она уже на следующий год пойдет, по созданию целых там домов, целых кластеров, где по льготным ценам, на льготных условиях будет предоставляться жилье для врачей, для учителей. Сегодня максимальное значение стоимости одного квадратного метра жилья в России установлено на уровне 34 тысяч 600 рублей. В республике же эта сумма по федеральной целевой программе жилища составляет 30 тысяч 700 рублей. Конечно, себестоимость она не всегда на уровне 30 тысяч. Мы вот говорим иногда, снижаем себестоимость. На самом деле себестоимость даже вот, например, в Энорсе это уже за 34 тысяч. И поэтому частично вот это вот самое, что компенсирует заказчикам, на инженерной сети коммуникации компенсирует. Коммуникации компенсирует.